Ну что, ребят, я все никак не отойду от парфюмов, а сейчас хочу вам снять, видите, все, сижу с пробником, причем все с нарциссы ружь, правда, уж очень мне, как оказалось, понравился, но об этом я говорила в предыдущем видео, а в этом видео, знаете, хочу, я поэтому, видите, не переоделась ничего, да, я не знаю, какое видео будет первым, вот это, про фильмы мы сегодня с вами проговорим, или про парфюмы, ну, не важно, если вы просто видите меня в одной и той же одежде практически, вот только я кофточку сверху одела, потому что у меня здесь холодно на втором, ну, прохладно, это же, а так, в общем, да, выбрала время, снимаю видео, поэтому поговорим с вами сегодня про фильмы, и я буду так, знаете, я надеюсь, вас не будет это раздражать, я буду получать удовольствие от своего нарцесса Родригеса, ружь, смотрела несколько видео у девочек, где они рассказывали про свои любимые фильмы, знаете, вот так вот сказать, любимые фильмы, у меня, во-первых, определенные бывают, да, в одно время мне нравились одни фильмы, в другое время мне нравились другие фильмы, я, наверное, вот, пожалуй, осталась вот так вот стабильно, у меня два фильма, которые я могу сказать, что они мне нравились, когда мне было, допустим, 25-30 лет, и когда мне сейчас 45 лет, то есть вот за этот период времени два фильма остались в моей памяти и в моем гардеробе, которые не поменялись, значит, с них и начнем, это такие два фильма о любви, фильмы романтик категории, и первый фильм называется «Унесенные ветром», мне кажется, как я посмотрела его лет там, я не знаю, уже даже не помню во сколько, в 17-18 с Вивьен Ли и Кларком Гейблом, так этот фильм меня вот на всю мою оставшуюся жизнь и покорил, ну, естественно, помните, но сначала было слово, поэтому, да, у меня также, у меня сначала была книга, конечно, сначала была книга, а потом был фильм, и так он меня покорил, и вот он проходит со мной, наверное, этот фильм вот через всю жизнь, так что, ну, делайте выводы, что я вот такая вот, да, сентиментальная, ну, сентиментальная женщина, потому что я сама удивляюсь, знаете, я его смотрела, мне кажется, тысячу раз, но когда, вот знаете, два случая, или когда мне плохо, или когда мне хорошо, и я могу сразу вот понимать, что я хочу посмотреть фильм «Унесенные ветром», или просто когда я его очень долго не смотрю. Также я, если случайно нахожу его где-то по какой-то программе телевизионной, я его оставляю и смотрю, то есть отдаю предпочтение. Что мне нравится в этом фильме, вот почему такая любовь, я вам скажу, я так думаю, да, я анализировала все это, и думаю, ну, почему, почему? Наверное, мне нравится очень сюжет о маленькой сильной женщине, о Вивине, о Скарле Тухара, и вот в ее борьбе за все, за себя, за жизнь, за семью, за усадьбу, во-первых, да, и пусть не очень честные способы, и пусть она где-то стервозная такая женщина, все понятно, и пусть столкнувшись с ней в жизни, возможно, близко, да, возможно, я не оценила бы ее, и она совсем неблагородный человек, если вот мы так будем разбирать по мелочам, да, но, понимаете, на то, наверное, эта книга и это фильм, ведь не может быть человек идеальным, правильно, поэтому, да, если где-то она сплоховала, то, как бы, да, в другом случае это ее отрицательное качество пошло на пользу семье в данном случае, хотя, конечно, она эгоистка по книге, по фильму, и себя она не забывает, и, в общем-то, она все делала для себя и под себя, но, тем не менее, мне нравится, мне нравится стойкость ее духа, естественно, крылатое выражение, которое я тоже взяла на вооружение сразу, только вот как я прочитала эту книгу, я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра, поэтому, когда у меня тоже такие ни складушки, ни ладушки, я всегда себе говорю, спокойно, Алюша, я не буду думать об этом сегодня, я подумаю об этом завтра, да, на свежую голову, и решу, что и как лучше. И ещё одна вещь есть в этом фильме, которая мне тоже нравится. Это, знаете, когда она такая мудрая вещь, когда она в конце фильма или книги, она понимает, что она, понимаете, и не любила вовсе вот этого Эшли Уилкса. И она говорит, что так это здорово проходит у неё в голове, и вообще через всё сердце осознание, что это был просто образ, понимаете. Она любила просто образ, она сама себе его нарисовала. И настолько это свойственно женщинам, настолько вот мудро это было подмечено, что не могло пройти мимо меня. И это действительно, мы иногда рисуем себе какой-то образ и любим не человека как такового, а образ. Особенно это свойственно молодости. Поэтому, конечно, ну вот такая вот с одной стороны очень наивная история, а с другой стороны, в общем, знаете, всё-таки чем-то поучительное. Ну и я не говорю о том, что совершенно блестящий актёрский состав в этом фильме, потрясающий, хотел сказать, петереск, да, потрясающие какие-то вот свадьбы, кринолины, пейзажи. Ну, всё очень красиво, красивая актриса, великолепный, обаятельный просто Кларк Гибблз, совершенно сногсшибательный мужчина для меня, очень милая, нежная Мелани, ну и так далее, да. Поэтому фильм, ну, в общем, номер один. Фильм номер два, я не буду, знаете, это условно я сказала, просто я о нём заговорила первым, поэтому номер один, а не потому, что он из моего топа фильмов номер один. Нет, просто о нём разговор зашёл в первую очередь. Дальше, раз уж мы говорим про романтик и любовь, то это фильм под названием, вообще сейчас будет не очень интересно, наверное, вам, вы ожидаете, наверное, такого чего-то. А это всё очень просто, это наш фильм советских времён, который называется «И... Три тополя на плющихе» с великолепной Татьяной Дорониной и просто с... Я влюблена в этом фильме в Олега Ефремова, вот просто влюблена, потому что настолько он привлекательный, настолько он такой романтичный, интеллигентный таксист, что, конечно, простая женщина, которую играет Татьяна Доронина, ну, совершенно не может не влюбиться в такого вот интересного мужчину, каким показан в фильме герой Олега Ефремова. И совершенно-то простая история, да, и таких историй миллион, и особенно, ну, просто сёл раньше было больше, поэтому особенно раньше хотела я сказать. Но в целом это простая история о том, что вот живёт женщина, да, которая живёт своим домом, работой и ничего больше не видит. Если в молодости она ещё о чём-то мечтала, она любила, и действительно ей казалось, что что-то там впереди, что-то такое. Помните, как это «я достану тебе эту звезду», ну, и вот она надеялась, что он достанет ей эту звезду, а, в общем, с утра до ночи, помните, она стоит и вот эти вот моет кастрюли. Ну, и самое большое, что она получает в доме, нет, конечно, достаток, нет, конечно, так сказать, ну, на тот манер дом полная чаша, да, и муж, кто у неё там, как называлась эта профессия, это, ну, в общем, неважно, престижно, забыла название этой профессии, сейчас вспомню, престижная профессия на тот момент в деревне, муж такой у неё, такой суровый, которого уважают, который может заступиться и за себя, и за семью, и, в общем, такой особист определенный. Всё в дом, всё в дом, скопи домок, хозяйственный мужчина, но в ласках и в отношении к женщинам понимает, видно туго, и считает, что если он её похлопал там по крупу, как тёлку, то она уже должна быть довольна и счастлива по самое вот самое, да, поэтому, конечно, и более тонкая, душевная, ранимая, и чувствительная героиня Татьяна Дарунина, и, конечно, всё это понимает по-женски, да, но вот уж так сложилась жизнь, и она в этом живёт, и, знаете, и вроде бы до этого момента всё текло, как текло, вот вроде все так живут, и вроде всё так и надо, и вот в тот момент, когда она встречает вот этого таксиста, Олега Ефремова, да, который как бы чуть-чуть приоткрывает ей, что, ну вот, знаете, бывает и по-другому, да, и ничего не было, а как будто всё уже было, и вот этот тонкий момент, который так отыграли актёры, и который так написал сценарист и поставил режиссёр, это вот за эти тонкие моменты мне очень нравится этот фильм, потому что уже не говорю про музыкальное сопровождение фильма, это всё, конечно, раньше ставили фильмы, и было невозможно смотреть хороший фильм, и чтобы в нём не было хорошей музыки, это было просто невозможно. В любом фильме хорошего качества, да, всегда присутствовала совершенно безупречная музыкальная составляющая, поэтому, конечно, и не говоря уже о песне, этот фильм как-то вот тоже вошёл в моё существо, да, и, в общем, до сих пор там плотно занимает своё место. Так что вот Тритополя на плющихе для меня это так. Следующий фильм. На этом романтик у меня заканчивается. Много-много, безусловно, много ещё прекрасных совершенно... Ну, ладно, скажу ещё одну, пожалуй, я не хотела, честно говоря, о ней говорить, но уж, знаете, ладно, женщины любят тему романтик, и я поэтому просто, ну, добавлю от себя, да, не пройду мимо. Ещё одна книга. Меня сначала книги увлекают, потом я смотрю фильмы. Ещё была одна книга и один фильм, многие из вас его знают, «Поющие в Терновнике». «Поющие в Терновнике». Эта книга также съела меня, как и «Унесённые ветром». Просто съела. Я не знаю, кто съел я книгу или она меня съела, но это просто, знаете, вот для меня тоже был какой-то... Я это всё читала лет, наверное, ещё до женитьбы моей, до замужества, то есть лет в 17. И, опять же, я уже, конечно, сто лет назад читала всё это, но фильмы периодически вот смотрю, да, те же «Поющие в Терновнике» я смотрю не так часто, как «Унесённые ветром», но когда, опять же, где-то вижу, сама не включаю, потому что там что-то много серий. Но когда идёт по телевизору, я смотрю с удовольствием. Момент, тот момент, который... Вот что нравится, что меня забрало в этом фильме и в этой книге. Я вам скажу. История вот этой девушки, сначала девочки, а потом девушки, а потом уже взрослой женщины Мэгги, которая мне близка, которая умела, которая была настолько, понимаете, терпеливой, настолько порядочной, чистой, верной. И, понимаете, которая пронесла свою любовь, любила она, вы все помните, да, священнослужителя, она пронесла любовь к этому человеку всю свою жизнь. И, ну, просто мне настолько это понятно и близко, что вот ещё не будучи как бы взрослой женщиной, лет в 17, когда я первый раз прочитала эту книгу, меня вот это вот, ну, захватило. Вот эти сильные чувства, они меня всегда поражают, да. Я всегда начинаю сразу, у меня такой сравнительный анализ в голове, и мне хочется делать всё хорошее. Понимаете, мне хочется быть такой же хорошей. И я как бы уверена, что мне всё это близко. И я совершенно точно понимаю, что я вот так же устроена, как она, например, да. То есть мне по типажу больше, конечно, эта героиня Мэгги, чем Скарлетт О'Хар. Да, я Скарлетт О'Хар, я как бы по характеру немножко такие бойцовские все качества, они, конечно, у меня были с детства. Я была достаточно бойцовским и активным ребёнком, но нестервозным. А там, она же стервозная женщина Скарлетт О'Хар, а я вот нестервозная. И поэтому вся любовь и мягкость, она у меня вот скорее мне близка к героине, поющей в Терновнике, вот к этой Мэгги. И мне вот поскольку линия это очень понятна, и я все книги, я уже рассказывала, и все фильмы проживаю, на себя примираю многие роли, то вот тут прям вот, знаете, сошлось всё. И вот трагедия, да, этой женщины, что она, понимаете, всю жизнь понимала, что она не может и не сможет никогда быть вместе с этим мужчиной. и тем не менее продолжала его любить, и тем не менее она его простила. И даже когда в конце фильма, там совершенно есть грустный момент, в конце фильма, когда она, знаете как, она говорит, что мне уже нечего терять, то есть, ну вот Бог отнял всё. Она, кстати, в Бога не верила, вот как раз по той причине, что её любимый человек был священнослужитель, и он отдал всего себя, вместо того, чтобы отдать женщине земной, он отдал всю себя, всего себя вот Богу, понимаете. И мне тоже настолько это было чуждо, и настолько вообще всё это, как бы, да, не очень понятно, что я была вот всем сердцем за эту Мэгги и поддерживала её. Тут рядом живой человек, который, которого ты любишь, ведь он тоже любил её. Но, понимаете, получалось, что он пожертвовал ей во имя Бога, а она пожертвовала своей жизнью ради любви к нему. То есть, она не устроила свой брак, но устроила, но только потому, что тот человек, которого она даже не полюбила, а просто зацепилась за него, когда пробовала по молодости забыть этого преподобного, Ральф, Ральф, да его звали, преподобного вот этого Ральфа своего, он просто внешне был схож с её любимым человеком, только поэтому она попробовала с ним устроить свою жизнь. И когда поняла, что жизни нет, она развелась и больше о браке не помышляла. Поэтому каждый положил на алтарь своей жизни вот что-то важное для себя, и потом каждый в конце жизни, да, вот как бы оценивает, насколько эти жертвы были нужны вообще. И, естественно, неверящая в Бога Мэгги, вот так же, как и я, всё мне это близко, вы говорите, почему я не верю в Бога? Ну, потому что я, понимаете, ничего не видела, как говорится, хорошего, и все говорят, ой, у нас куча причин, вот у нас вот то, вот у нас вот это, а у нас нету ни того, ни этого, да, мы всю жизнь были хорошие, порядочные, святые, вели праведную жизнь, и, как говорится, да, в итоге вот, из чего мне верить, понимаете, в какого Бога я в себя верю, или в людей вокруг меня, что мне, вы понимаете, вот это вот всё, уже зашло на другую тему. Поэтому я эту Мэгги очень хорошо понимаю, и вот эта тема, она вот тоже плотно проходит через мою жизнь, поэтому, если кто-то не смотрел или не читал, ну, посмотрите или почитайте, а вось вам понравится. Так, дальше, ну, дальше мы, тут мы точно заканчиваем с темой романтик, и мы приступаем с вами к теме, которую я тоже очень люблю, и последние вот несколько фильмов, ну, а нет, сначала скажу просто про шедевральный фильм, потому что о нём я скажу буквально два слова, вы все его наверняка знаете, кто не знает, тот, ну, точно советую посмотреть. Вот тут мне кажется, что у всех совпадут вкусы, и мы все с вами будем единогласно, как бы, да, держать руку за этот фильм. Это «Побег из Шаушенка». Вот это «Побег из Шаушенка». Почему «Побег»? «Побег из Шаушенка» тоже многолетний проходит вот по моей жизненной истории, просто потому что я люблю фильмы про сильных людей, про то, как они не сдаются, какие бы обстоятельства их не окружали. То есть человек попадает в какие-то тяжёлые обстоятельства, и не ломается, невозможно его сломать, если ты, как бы, да, невозможно извне на него повлиять, если он крепок внутри, если у него есть стержень, если он, это он. И что бы тебе ни говорили, в какие бы рамки тебя ни ставили, в какие обстоятельства жизнь бы тебя ни загоняла, но ты остаёшься собой. Ты веришь себе, ты, как бы, понимаете, потому что надо верить себе. Если себе не верить, это совсем катастрофа. Это совсем-совсем беда, если ты не веришь себе, если ты сомневаешься в себе, если ты думаешь, ведь по-разному может сложиться в жизни, да, и тебе говорят, что ты неправ, тебе говорят, что ты там что-то ещё, да, что ты там надо так, а не так, и нельзя, а если тебе со всех сторон будут это говорить, тебе же не разорваться, поэтому вот цельность натуры, от чего бы ни зависело это, этот человек сохранил, будучи даже в тюрьме, проведя в тюрьме 20 с лишним лет, и не сдавшись, не упав духом, да, совершив побег, который вот он все эти годы спланировал и методично потихоньку осуществлял в одиночку, и плюс к этому самообразовывался, самореализовывался, занимал сокамерников своих и себя в том числе, да, ну то есть вот не пропасть в таких тяжёлых жизненных ситуациях, это многого стоит, поэтому да, побег из Шелушенко. Следующий фильм на эту же тематику, это прекрасный американский фильм, тут он тоже спорный, вот он спорный, он может быть не всем вам понравится, но мне он нравится, я его смотрела несколько раз и ещё буду смотреть. Фильм называется «Тоня против всех». «Тоня против всех» – это речь идёт об американской фигуристке Тони Хардинг, которая путём неимоверных усилий, физических и моральных, стала, ну она не завоевала золото, по-моему, она завоевала второе место, но как она к этому шла, про её тяжёлое детство, то есть всё было против неё, начиная с самого детства, начиная с её матери, которая имела сложный характер и так далее, и так далее. Вот начиная с самого детства, тяжёлые такие жизненные препятствия, обстоятельства и прочее, Тоня вышла с самых низов и тяжело было пробиться. Кстати, девочка, нищая девочка с матерью-официанткой, без отца, на последние деньги мать оплачивала её спортивные занятия, Тоня сама себе шила платье, костюмы и так далее, то есть она всегда была такой нищебродкой в достаточно элитном виде спорта, где мало было иметь хорошую технику, где надо было иметь стальной характер, железные нервы и хорошо бы ещё и преуспевающих спонсоров, да, ну она не имела ничего и она добилась, в общем, всего, доказав всей Америке и всем абсолютно, и прежде всего самой себе, что она чего-то стоит, поэтому если вы не смотрели этот фильм о силе характера, опять же, вот этой вот маленькой женщины, посмотрите и мне кажется, вы тоже не будете, ну, расстроены, да, а может быть, что-то вот так возьмёте для себя, меня такие фильмы, вот о таких людях всегда как-то, знаете, вот всегда мотивируют, просто мотивируют на то, что нельзя, нельзя сдаваться, надо работать, надо закалять себя, закалять характер и оставаться вот, да, всю жизнь с этим стержнем. Так, про Тоню мы поговорили, итак, Тоня против всех. Дальше парочка фильмов, которые просто мне нравятся, и я вот их советую, когда там меня спрашивают, ну, какие фильмы там, да, вот посмотреть или что-то ещё. Я, значит, люблю фильм, который называется, вот он очень спорный, он называется «Волк с Уолл-стрит» и играет главную роль в нём Леонардо Ди Каприо, которого я люблю, например, и второй фильм тоже с ним, который я, в общем, для себя открыла и несколько раз его смотрела и буду ещё смотреть точно. Он называется «Поймай меня», это старый фильм, «Поймай меня, если сможешь». Значит, речь идёт и там, и там о… это, по-моему, истории реальные, основанные на реальных событиях, о том, как… тут как бы две линии прослеживаются, понимаете, есть обычные люди, а есть люди не совсем обычные, не совсем понятные, и именно такие люди, как правило, добиваются в жизни многого, они добиваются большого успеха, больших денег, большой историй, но мы со стороны не можем их понять, то есть нам непонятно, как это всё получается, да, и когда вы посмотрите фильм, вы поймёте, какие черты, как бы, да, плюс ко всему, какими чертами, ну, должен обладать человек для того, чтобы добиться многого. И, возможно, вы поймёте что-то о людях, которые… которых вы, возможно, видели, но не понимали, а те, кто вообще не встречался с такими людьми, вы просто откроете для себя, что такие люди на самом деле в природе есть. То есть это не какие-то художественные съёмки, а именно такие люди, потому что я таких людей знаю. Мне далеко ходить не надо, поэтому такие люди в природе есть, они существуют, и да, вот таким образом они могут добиваться многого. Поэтому вам очень… Ну, фильм жёсткий, особенно первый «Волк с Уолл-Стрит», достаточно жёсткий, там достаточно много, в общем, ранных слов, секса, непристойностей, но поэтому я и сказала, он спорный, вы можете начать смотреть, закончить, как хотите. Но мы говорим о моих фильмах, о том, что интересно мне, о том, что я смотрю, о том, что проходит вот через меня, и я вот этим делюсь с вами, поэтому, если вы посмотрите, или если вы уже видели, мы пообщаемся на эту тему в комментариях. И последний фильм, вот который я уже упомянула, тот, который называется «Поймай меня, если сможешь», опять же с Леонардо Ди Каприо, легендарным американским актёром, оскароносцем, ну и тогда и просто красивый мужчина, на мой взгляд. Это история молодого 19-летнего парня, который стал миллионером, как он им стал, и как он долго не попадался в руки полиции, и так далее, история его жизни. Он тоже яркий, необыкновенный человек, и мне просто всегда интересно наблюдать вот таких личностей, потому что мы не говорим сейчас и не даём оценку каким-то их качествам, морали или что-то ещё, мы просто, мне просто интересно наблюдать за ними с чисто психологической точки зрения, вот именно с этой стороны. Да, может быть, жить с таким человеком неинтересно или не надо, но мы не об этом говорим, да, мы говорим о фильме, и почему он проходит через меня, что я из него черпаю из того или иного фильма, и этим я делюсь с вами. Ребят, вот, собственно, и всё. Наверное, вот такой вот, по-моему, пять фильмов я называла, да, вот такой топ-5, будем говорить, из того, что я хотела вам сегодня рассказать и чем хотела поделиться. Если вы смотрели, значит, пишите, да, что вы думаете вот о всех этих фильмах, если нет, то, может быть, посмотрите, и вам будет интересно, ну, и, может быть, что-то вы действительно для себя тоже новое откроете. А, возможно, напишите, что, ой, да ну фу, такие фильмы неинтересные, или там пошлые, или что-то ещё, и такое тоже возможно. Поэтому будет интересно, моё мнение вы узнали, услышать ваше. Всё, ребята, на сегодня это всё, и была рада, если вы были со мной. Увидимся и услышимся в комментариях. Пока-пока.